здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о прекрасном об образовании потому что ну наверное многие родители все время ну когда начинает ребенок подрастать и уже стоит вопрос о выборе высшего учебного заведения начинается такое с одной стороны приятное с другой стороны неприятное волнение потому что куда пойти учиться дети думают что они принимают решения родители думают что родители принимают решения но идеально когда все вместе принимают какое-то общее выверенное решение и в этом иногда помогает и наши программы потому что мы приглашаем людей которые вам подскажут почему именно к ним нужно поступать и сегодня у нас гостях наталья владимировна поповицкая декан гуманитарного факультета аммиту массе сразу же даю расшифровку она глобальная и сразу придает такой статус выбор огромный московский информационно-технологический университет московский архитектурно-строительный институт вот по этим практически ключевым или смысловым словам можно сразу сделать свои выводы наталья владимировна здравствуйте здравствуйте ну я сразу же адресовал вопрос а почему вот это замечательное высшеучебное заведение так важно для жителей городского округа люберцы я его перед рисую прямо сейчас вам почему потому что потому что люберцы мы давно уже можно сказать осваиваем на это направление потому что мы находимся на волгоградском проспекте дом 32 корпус 11 прямая дорога прямая дорога и это такая близкая дорога от метро если вы проспали можете сразу бегом-бегом и уже минуты вы уже в институте это очень хорошо ну и мы очень много уже проводим дни открытых дверей постоянно вот сейчас у нас были дни открытых дверей 11 ноября мы были в 27 школе проводили наши направлении рекламировали то есть мы с люберцами очень очень дружим пони у нас много есть студентов которые учатся именно это хорошо ну вот мы сегодня и поговорим чему учат какие там специальности потому что разброс довольно таки большой и я так понимаю что несмотря на то что вроде бы сейчас такой период но мои студенты уже потихонечку начинают осознавать что с одной стороны новый год другой стороны сессии попахивает тем не менее мы заранее с наталья владимировна делаем этот эфир для того чтобы вы могли спокойно определиться и вот будущем до году уже можно будет поступать ну мы не будем сегодня говорить про баллы и мы не будем говорить про вот какие-то крючка творские дела почему потому что для этого есть друг другая задача потому что если вы захотите поступать вы все поймете а мы поговорим именно о творческой составляющей и так ну опять же то что мы выяснили это как бы два вуза в одном теперь получается даже не два вуза в одном а три вуза в одном потому что в 2016 году получил такое слияние то есть нас объединили три вуза в один это московский гуманитарно-лингвистический институт который находится на волгоградке это архитектурно-строительный институт институт управления вот таким образом мы вот получили такое название и уже в седьмой год мы работаем очень активно и я бы хотела если есть такие вот вопросы а сколько баллов какой пробовал проходной когда у нас начинается приемная кампания то это можно к нам прийти на день открытых дверей 17 декабря в 11 30 мы вас ждем и вот это всю информацию можно будет но это не последний день открытых дверей они проводятся надо следить в любом случае подумайте об этом почему потому что действительно сейчас вот там у нас правда сколько я я в свое время жил в люблине как сейчас правильно говорить или в районе люблино и я помню всегда вот эта дорога поворот на волгоградский проспект это вот ты подъезжаешь и начинается какой-то такой вот практически как к полету ты готовишься какому-то и там постоянно до сих пор сейчас там тоже идет стройка но рано или поздно и там сейчас один мост 2 там виадуки очень все на свете но рано или поздно я так понимаю это все завершится и в принципе я думаю что довольно быстро может быть нужно будет добраться тем более что ты как бы и въезжаешь в москву не надо глубоко в москву ехать да тем не менее для обучающегося для студента который ну довольно быстро передвигается можно найти способ как и учиться и довольно и отдыхать тоже кстати но вернемся к самому собственно учебному процесс вернемся к самому учебному процессу и хоть я бы хотел сказать у нас два корпуса у нас корпус который находится на волгоградском проспекте это мы мы его называем как гуманитарное направление где являюсь деканом факультета а у нас еще есть факультет который находится на метро калужская веденского один корпус а и там у нас направление такие как архитектура строительство дизайн реклама информационной технологии то есть это вот да это на метро калужская там большущие такое здание вот и вот эти все направления там реализуются а вот у нас направление они такие все творческие тоже хотя архитектура и дизайн это тоже все творчество у нас это преподавание то есть до га педагогическое образование психология лингвистика и актерское искусство да то очень хорошо очень хорошо задуматься правда как выпускник гитис я рекомендую тем более что профессии сейчас вот если внимательно посмотреть на актерскую профессию конечно наступил очень серьезный кризис и на мой взгляд ну я как бы по школе учился определенные вот у меня хороший мастер было все ну любой актер он скажет не хороший мастер но это правда да вот но я вижу что просто элементарная вещь сейчас не выполняется поэтому очень важно быть профессионалом вот давайте мы сейчас немножечко пройдемся по тем направлениям на кого конкретно учите вот у вас тут есть дала я вот принесла ручный материал обычный материал да там это такая для рекламы можно сказать у нас есть направление колледжа направление колледжа где мы реализуем такие направления уже еще раз повторюсь вообще по всему вузу это архитектура это строительство эксплуатация зданий сооружений нас это вообще востребован конечно компьютерные системы и комплексы так экономика и бухгалтерский учет право и организация социального обеспечения реклама дошкольное образование преподавание в начальных классах актерское искусство дизайн вот по отраслям бакалавриат тоже бакалавриат у нас такой тоже широкий спектр я вот сейчас говорю прямо по всему институту а конечно нам очень интересно я да это бакалавриат это архитектура строительство информационные вычислительные технологии прикладная информатика психология экономика менеджмент государство муниципальное строительство торговое дело и распруденция рекламы и связи с общественностью гостиничное дело педагогическое образование лингвистика дизайн есть магистратура но этого кто хочет продолжить мы понимаем что на клавариат имеет такую спасу не способность а нужно обязательно повыситься чтобы получить специализацию студента поступает в магистратуру это также архитектура строительство прикладная информатика психология юриспруденция лингвистика дизайн вот такие направления специалитет специалитет это у нас актерское искусство специалитет 4 4 направлении до когда мы говорим о специалитете который четыре года как бакалавриат но они получают специальность экономическая безопасность правовое обеспечение национальной безопасности это вот у нас специали те же такой да у нас серьезно да у нас есть аспирантура если вдруг кто-то интересует аспирантура психология педагогика компьютерные науки и информатика информационно-технологические и телекоммуникация право экономика ну вот я вот сейчас сказала весь такой вот спектр наших направлений которые мы все самое популярное вы собрали да важно что требую но востребовано скажем с одной стороны и пользователями как сейчас любят говорить да и с другой стороны многое из этого действительно сегодня необходимо в общем народном хозяйстве да ну а сам вуз имеет статус как положено вуза я имею ввиду вот там обучение за дарс конечно конечно не ручки все все отсрочки есть от армии у нас у нас конечно у нас губус не государственный но он тоже аккредитован линцезия аккредитация все это есть и сегодня каждый вуз он борется за то чтобы все же открыто все видно чтобы не было за задолженность чтобы студенты не отчислялись чтобы они любили вуз все это вот те показатели которые показывают на то что вуз эффективный вот эффективность вуза что студент любит его занимается но и главное на выходе то что и появляется да нет какие-то конечно него у нас государственный тут конечно нет никаких таких сомнений вопросов но я бы хотела конечно рассказать именно о моем направлении бумаги и то одно направление до у нас педагогическое образование при тоже много у нас таких направлений и педагогическое образование это одно из сегодняшних направлениях где есть бюджетные места. А у вас и бюджетные места есть. Да. Вот, это интересно. У нас есть бюджетные места, у нас студенты получают стипендию при... Любой студент, когда поступает в колледж, в ВОЗ, у него есть ректорская стипендия, то есть они получают. Но если, например, студент сдает, пропускает, сдает, плохо съест, то, естественно, у него стипендию забирают. А так, да, у нас даже есть такое. Понятно. Так, вернемся к вашему непосредственному гуманитарному направлению. Значит, это педагогика, да? Это педагогическое образование. Но педагогическое образование – это бакалавриат, 4 года обучения. И у нас несколько направлений. Это педагогическое образование – иностранный язык, то есть профиль – иностранный язык. Педагогическое образование – дошкольное образование, то есть это именно воспитатель, это можно потом гувернарн... Гувернарнка, да, гувернарнка. Вы тоже знаете, столько много возможностей. Педагогическое образование, дошкольное образование и иностранный язык, два профиля. Педагогическое образование, русский язык и литература – замечательное направление. Педагогическое образование, оно, знаете, сегодня очень востребовано и полюбилось. Мы уже третий год его набираем. Называется «Педагогическое образование в сфере театрального искусства». Это да, это как бы в то же время это и театральное направление, и в то же время это выходит как педагог. Например, педагог, может быть, и сценической речи, сценодвижения. То есть у тебя уже есть, может, педагог актерского мастерства. То есть это такое вот направление очень интересное. Ну, потому что все мы в жизни немножко играем. И я, кстати, помню конец 90-х, начало 2000-х годов, когда еще метро все было обклеено всем, кто что хочет приклеить, тот и приклеил. Была масса предложений, научу актерскому мастерству, именно для того, чтобы правильно жить. Что-то такое было написано. Поэтому это не только для тех, кто, может быть, действительно хочет стать исключительно актером, но именно получить профессию, знать, что такое актерская профессия, и потом помогать людям пользоваться ее возможностями, это хорошее. Я даже бы хотела сказать, я очень люблю еще, почему это направление. Потому что у нас есть в колледже направление такое тоже актерское искусство, где на выпуске студент получает диплом актер-запятая, преподаватель. И, естественно, после того, как он у нас заканчивает, у него есть возможность, ну, хочешь ты пойти актером дальше, пожалуйста. Если ты хочешь педагогическое, пожалуйста, может и педагогическое пойти, психология, лингвистика. То есть он может выбрать себе, но он уже раскрепощен, потому что у них сцена движения, сценическая речь, пластика, актерский бой. Конечно, сценическое движение и фехтование, сценический бой. Все это есть, у нас все это присутствует. Поэтому ребенок как бы развивается как творческая личность, когда он может общаться, когда он не стесняется, может быть. Ну да, и он начинает развиваться дальше. Сейчас сделаем небольшую паузу, потому что мы оба точно актерское любим, поэтому можем долго говорить. Поэтому с Натальей Владимировной через некоторое время мы продолжим и обсудим еще, какие у нас есть специальности более тоже подробно, для того, чтобы опять же был выбор. Ну и, конечно же, напомним вам о дне открытых дверей и о том, что на выходе, что вы получите на выходе. Есть ли дипломы, дается ли диплом. Все это через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Наталья Владимировна Поповицкая, декан гуманитарного факультета МИТУ МАСИ. Говорим мы о возможности наших люберецких детей, которые вот-вот-вот выпустятся в большую, как у нас говорят, жизнь, неплохо устроиться, учиться как бы в Москве и как бы недалеко от дома, на Волгоградском проспекте. Ну, а те, кто хотят, могут поехать чуть-чуть подальше на метро Калужское, где можно, например, со мной встретиться когда-нибудь. Мы сейчас говорили, вернее, в первой части о гуманитарных таких предметах, потому что новый декан гуманитарного факультета. На выходе что человек получает? Диплом государственного образца. Да, диплом государственного образца получил, да. И этот диплом абсолютно, ну... Абсолютно. Как в любом... Абсолютно, да, он как бы приходит к работодателю. То есть сегодня все наши дипломы, любые, государственного вуза, не государственного, не все вводятся в РДО, то есть регистрируются, и работодатель может посмотреть. Если зарегистрирован диплом, то этот диплом является тем, что он может брать спокойно себе работника. Понятно. Ну, хорошо, давайте поговорим еще о других направлениях. Что еще бы вы нам рассказали? А почему? Потому что важный момент. Тут такое разнообразие есть. Ой, а можно я еще об актерском? Давайте, хорошо, давайте об актерском. На нашем любимом, давайте. У нас открывается новое направление актерского искусства, именно специалитет. Это артист эстрады. Но мы не вокальное рассматриваем, что эстрады, а у нас будет направление, это речевое направление, будет брать Осовская Мария Петровна. Может быть, вы когда-то слышали, она преподаватель в Щукинском, профессор, кандидат педагогических наук. И вот вчера у нас тоже были переговоры, то есть мы будем Марии Эдуардовны Багдасарян, то есть берут они курс именно речевой. И второе тоже, артист эстрады, это будет артист оригинального жанра, это тоже вот такое направление интересное. Ну, это вот все про актерское, я думаю, ну, это очень интересно. Хорошо, хорошо. Давайте, вот может быть, тогда про лингвистику. Давайте про лингвистику, тем более, что в составе-то у нас... Да, люблю очень это направление лингвистика, потому что у нас есть два направления. Это теория методика преподавания иностранных языков и перевод и переводоведение. Иностранные языки у нас изучаются испанский, немецкий, ну, естественно, английский, который... Это первый язык. Пора уже китайский включать. Пора включать, и у нас это идет как факультативно, потому что, чтобы включать язык, это должны быть обязательно такие хорошие основательные программы, а факультативно мы его, да, придаем. И вот сейчас у нас тоже будет, это на актерском факультете будем учить французский язык, тоже у нас идет, это будет, да. Сбегут в Париж. Да, это тоже одно вот таких новшеств. Ну, что я бы хотела сказать, что лингвисты у нас проходят и практику они проходят. У нас очень хорошая база английского языка. Мы все время участвуем в WorldSkills, в компетентность, ну, вы сейчас знаете, да, это конкурс профессионального мастерства. И в этом году мы получили первое место, мы взяли золото, наша девочка, среди 17 вузов. Среди, да, 17 вузов был чемпионат, она взяла первое место. Это компетентность называется преподавание английского языка, в дистанционном формате. Это вот такое новое интересное направление, да. Ну, и оно, кстати, с точки зрения даже профессии, ну, что уж там греха таить прибыльное. Ну, конечно. Потому что человек, который осваивает, ну, личный контакт, да, ну, у него есть домой пришел молодой студент, только выпустившийся, что-нибудь там поужинал и пошел на дистанции еще зарабатывать. Это отлично. Совершенно верно, да. И мы говорим всегда студентам, идите на теорию и методику преподавания, потому что вы всегда, это будет вам возможность. Потому что, ну, все равно, говорит, нет, вот перевод переводоведения. Перевод переводоведения я тоже очень люблю. Все переводчики – это люди образованные, умные. Сейчас такая проблемная. Сегодня ты возьмешь телефон и можешь перевести. Если ты хочешь быть переводчиком, то нужно, конечно, быть в какой-то сфере. Ну, это уже прямо настолько быть, да, интересоваться этой сферой. Я хочу или книги переводить, или я хочу быть в педагогике переводчиком, или я, может быть, спортивным хочу быть переводчиком. Словарик тут не поможет. Да, тут не поможет, да, конечно, и не переведет ни один телефон. Поэтому, конечно же, мы говорим о том, что если ты профессионал, то и перевод переводоведения. А так просто, конечно, теория, методика, преподавание иностранных языков – это замечательное направление. Все у нас студенты проходят практику. Они у нас, их приглашают в Сириус. Мы там проводим курсы. У нас в Артек дети на практику выезжают, как пионер-вожатыми, и с преподаванием тоже они занимаются. Такой вот там проводят кружки, еще что-то. У нас в школах практика постоянно проводится. Очень хорошие у нас отзывы о студентах. То есть направление… «Жизнь удалась» называется. Да, да, люблю. Еще такой вопрос. Жизнь-то студенческая же не только из учебы состоит. Какие-то еще мероприятия проводятся? Конечно. Традиции какие-то есть? У нас мероприятия, у нас постоянно. Вот, например, завтра у нас будет КВН. КВН, который проводится. Мы тоже это любим. И у нас команда есть в КВН, когда все собираются, вот эти вот замечательные студенческие мероприятия. У нас два дня назад прошел голос. То есть, да, студенты у нас поют. Замечательно мы за них голосовали, так как у нас есть несколько корпусов, и мы там все это выбираем. Да, у нас хорошее такая сегодня волонтерское движение. Да, у нас волонтерское движение. У нас постоянно мы… Ну, сегодня гуманитарная, которая помощь мы с ребятами. Так как у нас актерское направление, мы имеем возможность приезжать в детские дома. Мы приезжаем. Да, мы в школы делаем показы для детей, спектакли. Мы… Вот у меня есть такая идея. Если приехать, можно быть, в какой-то госпиталь выступить. У нас сейчас тоже есть программа очень хорошая. Кстати, сегодня день Александра Невского, и у нас замечательная есть программа про Александра Невского. Она не патриотична. Вот эта параллельная жизнь, наполненная красками, она существует. Конечно, конечно, конечно. Обязательно. И вот сегодня тоже мы готовимся к Новому году. Ну, а вы знаете, как вы уже учились в театральном вузе, вы понимаете, у нас движуха такая. Камень. Сейчас будут зачеты, экзамены, показы мастерскими, спектакли. В общем, у нас вот очень интересно. Да, это такая пора, когда… Многое интересного можно. Тем более, что, если возвращаясь к актерскому, мышь, это у нас главная сегодня тема, там очень важно, что немного из того, что покажут молодые актеры, можно увидеть, когда это делается уже на сцене такого традиционного театра. Потому что все-таки есть какой-то попытки поиска, еще мастер ставит задачу, есть самостоятельные работы, показы. Я даже могу сказать, что у нас не только артисты ставят спектакль. Вот у нас 15-го числа будет спектакль по Уальду, Ускрутуальд, да, как хорошо быть грустным. Вот. Ну, то есть замечательный спектакль, который ставят у нас не мастера, а сами студенты с преподавателями иностранного языка. Здорово, очень хорошо. Ну что, Наталья Владимировна, мы идем к финалу. Нам остается еще раз рассказать, что мы в основном о гуманитарном говорили, потому что декан у нас гуманитарного факультета. Но я так понимаю, что архитекторы и строители тоже могут найти себя в этом вузе. Я бы хотела тоже сказать, что на архитектуру и дизайн, и так же, как на актерское искусство, люди, которые приходят, они приходят не просто так. И они все время готовятся. Если вот архитектура, дизайн, то должно быть обязательно портфолио. То, которое они творческое приносят, и там творческое испытание. Мало того, там баллы по ЕГЭ, которые мы должны, но мы должны еще принести вот это творческое, свои рисунки, какие-то, я не знаю, чертежи, что вот там для архитекторов нужно. Но вот это тоже все это оценивается. И поэтому есть у нас дополнительный курс. Если кто-то еще хочет поступить, но нигде, например, не занимался, то можно прийти к нам в институт и поступить на дополнительные занятия, и как бы сейчас еще позаниматься, чтобы для того, чтобы поступить в ВУЗ. Это что актерское, актерское тоже есть дополнительное, это архитектура, это дизайн, то есть это вот те направления, которые творческие, и они должны быть именно с таким портфолио, со своим багажом каким-то знаний. Понятно. Наталья Владимировна, ну и в завершение давайте мы еще раз напомним, я так понимаю, вот в декабре будет еще один, да, день открытых дверей, или несколько будет? Нет, пока, ну, несколько мы не будем. 17 декабря мы ждем, это Волгоградский проспект, дом 32, корпус 11, прямо рядом с метро 17 декабря в 11 часов 30 минут. А что в этот день происходит? В этот день происходит, мы рассказываем о ВУЗе, мы показываем наши, открываем наши аудитории, у нас проходят обычно мастер-классы, которые ребята могут посетить, ну и потом же еще это учебный день, и сразу видят, у нас в субботу учатся очно-заочное направление, заочное направление, у нас проходят занятия и по мастерству, и по сцене движения, то есть они видят ту активную работу, которая происходит в ВУЗе, в субботу, например. Ну и еще они помогут посмотреть и поучаствовать в мастер-классе. Поэтому вот такая очень активная деятельность ждет. Понятно, хорошо. Ну, напомню, что мы потихонечку завершаем, что речь у нас сегодня шла о Московском информационно-технологическом университете и Московском архитектурно-строительном институте МИТУМАСИ. Это теперь такая единая организация, и у вас, я имею в виду будущих студентов, и сначала абитуриентов, потом уже студентов, их родителей, и особенно, наверное, бабушек и дедушек, потому что они тоже играют не последнюю роль в выборе того или иного направления. У вас есть возможность еще, конечно же, все перепроверить, но попробуйте. У вас же, я так понимаю, все сайты, вы везде представлены, все есть, найдите в интернете МИТУМАСИ, и посмотрите все необходимые материалы, которые понадобятся вам для того, чтобы уже осуществить, ну, понять, сколько нужно баллов, и вся-вся-вся эта система. Мы же сегодня говорили на тему такого творческого подхода. Как видите, есть и чему научиться, и как отдохнуть, и даже в Артек съездить, хотя бы пионер-важар. Ну и в завершении мы еще немножко о практике поговорим, потому что тоже такой показатель, где проходит практику студенты у вас. Да, я бы хотела сказать о стажерских площадках. Сегодня это, да, стажерская площадка. Вот у нас, например, находится на Октябрьском поле, где наши девочки дошкольного направления и преподавания в начальных классах, они приходят и уже как бы окунаются вот в ту атмосферу школы и детского сада. И мы сегодня, стажерская площадка, готовим конференцию, которая будет 15 декабря совместно с студентами, совместно с директором школы Морозко, то есть тоже вуз творческий, который занимается театральным направлением. И я вот сегодня говорю, что сегодня практика, вот вы заметьте, лингвистическое направление, у них всего лишь три практики. А вот педагогическое образование – 10 практик за 4 года. Ну это хорошо. Да, практика имеет сегодня громадное значение по новому стандарту. Ну что ж, да. Я бы хотела сказать, у нас и такие школы-гимназии, мы проходим практику в учебный театр Метумасси, в колледже Метумасси у нас практика, у нас практика в Союзмультфильм, мы также вот, когда озвучкой занимаемся, нас всё это приглашают. Кинокомпания творческая – это мастерская Солёнова. Драматический театр Вольский, кстати, у нас тоже там проходит практика к нам. Ну, в общем, есть где развернуться. Да, да, да. Ну что ж, большое спасибо. У нас в студии сегодня была декан гуманитарного факультета Метумасси Наталья Владимировна Поповицкая. Мы рассказали с её помощью вам о том, куда можно поступить, чтобы недалеко уезжать из городского округа Люберца. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.